Привет, пока я обрезаю малинку, слежу за лавандой и деревьями, неугомонный, моет окна. Давайте поближе его приблизим, чтобы было видно, как он красиво орудует. У нас окна гигантские, их много, поэтому работы нам хватит. И не только на сегодня, потому что мы сюда забегом, мельком мы с вами пришли, чтобы поглядеть, что у нас есть, и обрезать кусты. У меня же, я вам не говорила, у меня же есть малинка, смородинка и так далее, фигалис и много чего. А это будет распределять черешню, я надеюсь. И еще я не знаю, как ведет себя глицинию. Если она погибла, то тоже нехорошо. Вот она. И я думала, что пробьется фрезия, но получилось, что надо самой сажать зимой из луковиц. Не вышла она, видите, но пыталась. Ну все, таковы дела наши, бренные, носочные. А я вас угощу лугами. Видите, как здорово там. Тресничок отделяет одно поле от другого. А там у нас роща. А здесь уже вспахали, кстати. У нас тут что-то собрали уже. В марте уже собрали урожай чего-то. Вот такая она, полевая, аграрная и красивая. Ну что, насытились? Я думаю, вам достаточно красоты. Луговой и ивовой. Ива. Но это ведла даже. Источник аспирина и хинина. И витамина С. Короче, полезное растение. Потом расскажу, как заготавливаю. Обнимаю вас природой, красотой, любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Продолжение следует.